МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 12.37 объявлена полная ликвидация пожара. На месте пожара обнаружены фрагменты двух тел. Личности погибших, а также причины пожара устанавливаются. По факту гибели людей следственным отделом по городу Кимры регионального следственного комитета проводится доследственная проверка. Место происшествия детально осмотрено следователем и криминалистом Следственного управления Следственного комитета опрошены очевидцы произошедшего. С целью установления условий, при которых имел место факт пожара, а также причин смерти, назначено проведение соответствующих экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. О последствиях других пожаров на территории области за прошедшую неделю рассказывает Максим Максимов, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Тверской области. За период с 18 по 24 марта 2024 года на территории Тверской области ликвидировано 25 пожаров, в которых, к сожалению, погибло 3 человека. 20 человек эвакуировано. Также за отчетный период на территории Верхневолжья произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых, к сожалению, погиб 1 человек. Три пострадало. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону 01. С сотовых телефонов 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8-48-22-39-99-99. Сотрудники уголовного розыска ОМВД совместно с оперативникой ОМВД Калининский при содействии инспекторов отдельной роты ДПС задержали подозреваемых в кражах у пенсионеров. На момент задержания в машине находились четверо подозреваемых. В салоне машинным полицейские обнаружили тетрадь с записями, детектор дыма, 4 мобильных телефона и 90 тысяч рублей, похищенную одной из потерпевших, жительницы поселка Орша. Выяснилось, что мужчины приходили к потерпевшим под предлогом установки газоанализатора, который якобы крайне необходим в их доме. После ухода специалистов хозяйка обнаружила пропажу крупной суммы денег, которые лежали в шкатулке. По данным сотрудников уголовного розыска, от действий подозреваемых пострадали и другие пенсионеры, проживающие на территории Лихославля и Конаковского городского округа. Незаконно проникая в жилища пожилых людей, преступники создавали видимость проведения работ по установке газового оборудования. Пока один отвлекал внимание хозяев, подельники обыскивали жилища и воровали сбережения. По всем фактам краж в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Устанавливаются дополнительные эпизоды аналогичных преступлений.